Объединяющая роль Рютера Во-первых, Реформация была на основе преданности Библии, а Лютер был подготовлен для этого, он был выдающимся богословом. Реформация была на основе патриотизма. Почему патриотизма? Национальные страны, национальные государства, которые возникли еще до Лютера, национальные государства. Вы помните всю эту историю? Была вначале одна Римская империя, которую захватили варвары. Они все ходили под Римом. Но потом самостоятельно развились. Была уже империя Карла Великого, и уже была Великая Франция, потом разделение ее. Уже Германия, Франция, Италия, определенно выраженные нации. Нидерланды, Дания. И национальные государства появились. И поэтому Реформация была на основе патриотизма. Люди не хотели, государства эти не хотели подчиняться папе. И Лютер это использовал, потому что он очень любил Германию. Дальше. Мистики желали реформации. И он перевел мистиков и говорил на понятном им языке. Он был близок к мистикам. Значит, есть такая книга даже, германские мистики, где он взял мастера Экхарда. Вот мы пропустили эту тему. Тоже средневековый мистик был. В мистике это были люди, которые говорили о том, что ты можешь иметь прямой доступ к Богу, минуя Папу, минуя даже любую церковь. Ты можешь молиться и иметь доступ к Богу. Вот весь мистицизм состоял в этом. И Лютер их перевел и говорил на понятном им языке. Гуманисты желали реформации на основании интеллектуального подхода. Ну и вот Лютер симпатизировал гуманистам в этом. Образ в нем немецкого крестьянина, удрученного папской тиранией, вот уже 500 лет такой образ созидался у Лютера. Это вызывало симпатию к нему. Он шел медленно, шаг за шагом. Это тоже вызывало доверие. Не вызывает доверие, когда в какой-то политике или в борьбе человек прыгает. Никто не может уследить за логикой его движения. Вот мы с вами проследили. Логика железная его, да, ищет милость его Бога, да, находит его, говорит об этом прежде своим друзьям, потом отстаивает на диспутах, потом об этом он пишет свои трактаты, потом отвечает на этом сейме. Вы понимаете ли, тут ни одно звено не вытянешь, они совершенно естественны. И это тоже вызывало большое доверие. И время созрело для реформации, и человек явился. И разбилась средневековая римско-католическая система. Это тоже все очень интересно. Все очень интересно, потому что, вы помните такой образ нам, да, как рухнули стены Ерихона? Понимаете, как они же шли, и стены стояли, они шли, и стены стояли. Помните, на самый момент, когда они все кликнули, знаете, в точку какую-то, какое-то вот средостение было, которое вот не выдержало, которое рухнуло, и все стены повалились. Ну, вы помните, что там чудо какое? Ведь помещение, где жил Арааф, оно находилось в стене. Так оно не упало. Все стены упали, а оно не упало. Так просто я хочу сказать. То есть, понимаете, наступает какое-то время, Бог сказал брать Ханаан, когда исполнилось меры беззаконий людей, которые там жили, Амареев. Ну, так же и реформация. На что какое-то время вот это историческое. На основании вот таких исторических аналогий я большой оптимист относительно нашей русской истории. Понимаете, я просто вижу тоже эту логику, я могу ее это все продлить. Не зря были эти годы заблуждения нашего, годы ужасного отрезвления, когда мы все-таки пожинаем. Понимаете ли, обязательно должно быть это уже точка, это момент, когда люди обратятся к Богу. Главная тема Лютера, всего, всей его жизни, был грешный человек и милостивый Бог. И Лютеру любимое слово было не потому что, а несмотря на то что. Бог нас спас не потому что, а несмотря на то что. Вопреки тому что. И ответ Лютера заключался в силе совести и надежде на веру. Он серьезно относился к бредности каждого, но так же к чести его. Что сознание грешности никак не значит самоуничижение. Просто ты получаешь возможность иметь большое достоинство. Он делал это, обращая человека непосредственно к Богу, требовал раскаяния, исправления. Видя в совести и Божьих заповедях последние земные инстанции. Так что вот такие взгляды были. Мы будем все время возвращаться к его взглядам. Потому что мы будем говорить, когда о реформатах, то мы будем сравнивать. Когда будем говорить о пресвятырианах, мы будем сравнивать. Будем говорить о цвингле, будем сравнивать. Значит, начало евангельской лютеранской церкви лежит в том времени, когда было принято в Аугстбурге лютеранское вероисповедание. То есть количество людей, спасенных по вере, это одно, а создание лютеранской церкви, это связано с ее вероисповеданием. Понятно, да? Это 1530 год. Начало лютеранства, 1530 год. То есть лютеране всеми силами противились расколу. А вовсе они не искали раскола. Вот. Но они должны были подчиняться или папе, или Слову Божьему. И они избрали лучшее папское отлучение получить. То есть Рим оттолкнул евангелистов. И можно утверждать, что именно римская церковь ослабила католицизм и разрушила единство. В церкви евангелисты хотели только одного, чтобы их не толкали к совершению греха против совести, вынуждая отречься от Евангелия. Дальнейшие отделения имели свои причины и историю, и не связаны с отделением лютеран. Я эту мысль подчеркиваю. Лютеране отделились от папства по иным причинам. Почему будут отделяться остальные, там, свинкли, кальвин, анабаптисты. Вот. Их фактически оттолкнули, поставив вот этот вопрос. Ты или папе подчиняешься, или Евангелию. Ну, они сказали, Евангелие. Понимаете? Вилку такую поставили. Почему я это подчеркиваю, важность этого? Потому что сейчас, в наше время, лютеране имеют больше всего шансов контакта и понимания с католической церковью. Именно они могут участвовать в диалоге, именно их как-то признают. И вот это очень интересно. Они называются Евангелическая церковь. Евангелическая церковь. Но они как-то, благодаря тому, что лютер не ушёл до конца, оставив в силе детское крещение, оставив в силе рукоположение священников, и, ну, вот как-то так, не совсем ушёл и вышел, то он больше близок, чем все остальные, именно лютеране. Так вот, этот Аутсбург. Разделение или конфессиональное расчленение – это расхождение путей в поисках истины. Положительный результат этих разделений. Знаете, какой? Она сейчас существует. Остро ставит всё человечество перед вопросом об истине. Что такое истина? Чем было Евангелие до сих пор? Объединяющий и разделяющий фактор исповедания. Но единая церковь, так верят вот и ранее, и лютер так верил, единая церковь есть и сейчас. В конфессиональных церквах или под видом их. То есть, лютер верил, что есть единая церковь, которую Бог знает. Разделение обусловлено вопросом. Где находится Евангелие? В писаниях, в традиции или в отношениях Бога с твоей душою? Несогласие ведёт к продолжительному разговору. Яблоко раздора, например, между лютеранами и реформатами при согласии во многом. Это терпимость лютеранской церкви и её узы в то же время. Папа – антихрист, но надо сохранить каноническую организацию церкви. Месяц надо... Мессу надо критиковать, но её не следует заменять. Молитвы святым отменяются, но их дни почитаются. Алтари заутринь и вечерни – всё недостаточно реформированы. Вы понимаете, как? Поклонение святым отменилось, но дни святых отмечаются в лютеранстве. То есть у них такой вот неполный отход. Это вызовет к жизни реформатскую церковь. Понятно? Именно желание до конца довести. И это вызовет к жизни анабаптизм. Сказавший А, сказать и Б. Логически продолжить. Лютеранец считает, что с каждым добрым намерением очистить церковь что-то разрушается. Разрушается преемственность. Ну и разделение нужно искать только в доктрине. Хорошо, что лютер и цвингер разошлись компромиссные доктрины и не дали бы церкви выжить во время контрреформации. Это рассуждение историка. Ведь будет страшнейшее нападение на церковь, потому что пост против реформации пойдет контрреформация. Пойдут хитрейшие, умнейшие иезуиты. И здесь нужно твердо знать, на чем ты стоишь. Не компромиссное какое-то согласие, а твердое убеждение нужно иметь. Для лютеранец главная доктрина – оправдание веры. И Христос – основное содержание Писания. Иначе Евангелие – система моральных норм. И церковь должна проповедовать в то же время, лютеране говорят, и закон. Ну, дальше будем про реформатов говорить, про все эти особенности. У нас будет сравнение. Понимание церкви, понимание причастия у тех и у других. Так, сейчас 61,5 миллионов лютеран в мире. От их имени подписано согласие с католиками. 3 миллиона в этом подписании согласия с католиками не участвовало. Из 60 миллионов 3 миллиона не участвовало. И они как-то специальное название тоже имеют. В США есть Миссурийский сенот. Это ветвь, которая отвергла это соглашение. Миссурийский сенот – это те лютеране, которые отвергли соглашение с католиками. И так, спасение по мере, и в то же время этика земного служения Богу. Литеранское богословие – это очень тонкая вещь, но в нашем кратком обзоре всё не охватить. Это довольно большая тема литеранского богословия. Здесь что интересное, какие моменты я хочу отметить вам. Они ставят вопрос о седалище греха в человеке. Антропология лютеранская. Где находится грех? Интересный вопрос. Где находится грех? Сердце. Сердце, да? Но знаете, седалище греха как в низших, так и в высших способностях души. Например, Августин видел испорченность, прежде всего, в чувственных аппетитах. Но лютеране видят и в высших способностях. Разума, например, интеллекта. Может там сидеть грех? Ещё как. Теории какого-нибудь Гитлера или Сталина. И преустройство мира. И мировое владычество. Это где сидит? Это не чувственные аппетиты. Ну, а потом ещё лютер и Кавин сильно подчёркивали ту мысль, что человек не способен делать духовное добро. Но лютер признавал возможность гражданского добра, гражданская праведность. Благодаря общей благодати. Благодаря общей благодати люди могут в гражданском обществе быть добрыми гражданами. Слушайте, при падшести, при всём, вот они верили, что духовное добро человек падший делать не может. Он не может свидетельствовать о Боге. Он и сам веровать не может. Но гражданское добро он может делать. Вам может через дорогу. А? Вам может через дорогу. Может такое. Да. Что гражданское там, да, какой-то субботник выйти, там, грязь упрать и лежит. Вот. Где может. Социальные какие-то добрые вещи. Правильно, Олег. Угу. Ну вот. Вот это просто такие вот тонкости. И тут очень много моментов. И сатериологии, и нацелька взгляды. Какие-то из них мы покроем, когда будем говорить о разнице реформатов. И сравнивать реформатов и лютеран. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чём молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу tvseminari.com. Субтитры создавал DimaTorzok